Эти добрые люди Эти добрые люди С боем входят в Константинополь и сжигают его Через 57 лет византийцам удается отвоевать свою столицу Но 30 мая 1353 года После 40 дней осады В Константинополь входят турки Султан Мехмед II Приказывает превратить храм святой Софии В мечеть Империя гибнет окончательно Византия и Запад Контраст цивилизации У нас в гостях историки Михаил Грацианский Здравствуйте И Павел Кузенков Здравствуйте Михаил Грацианский Выпускник Российского православного университета Святого Иоанна Богослова Кандидат исторических наук Преподаватель исторического факультета МГУ имени Ломоносова Автор ряда статей В профильных периодических журналах И справочных изданиях Павел Кузенков Выпускник Московского высшего технического университета Имени Баумана И Российского православного университета Святого Иоанна Богослова Кандидат исторических наук Доцент Преподает в Московском государственном университете Имени Ломоносова Московской духовной академии И Сретенской духовной семинарии История Византии Это очень сложный вопрос Говоря об истории Византии Мы говорим об истории государства Которого на самом деле никогда не существовало Мы знаем И в принципе каждый из нас Может прочитать в любом учебнике О том, что в Византии Есть всего лишь Восточная Римская империя Которая после знаменитого 476 года, когда пала Римская империя Продолжала существовать Продолжала жить своей жизнью И в общем-то Конва понятна Она пала в 1453 году Но сейчас почему-то Когда мы о ней говорим Мы применяем Какой-то термин Который был совершенно Несвойственен И практически неизвестен В рамках этой цивилизации Мы говорим... В те времена? Да, собственно говоря До самого 15 века Термин Вошел в широкое употребление В 16 веке Совсем в других местах В Западной Европе Когда самой Византии Уже более столетия Как не существовало Соответственно, как известно Номен эст омен Имя это Некие знамения Знак, рок И Византия Говорит нам Совершенное название Византия говорит нам Совершенно не то Что могла бы нам сказать Римская империя Название Римская империя А Византия именно и была Средневековой Римской империей Римской империей Тех самых средних веков Которые Ученые спорят Неизвестно, когда начались И не совсем понятно, когда закончились Но Тем не менее, существуют Соответственно, когда мы говорим Про Византию И отличаем ее от Запада Мы говорим о целом Ряде интереснейших параметров Которые Эту самую Римскую империю Средних веков Отличали от Западной цивилизации Тех же Средних веков Мы возьмем За условную Точку Начала Этих самых Средних веков На Западе В Западной Европе 476 год Год падения Собственно говоря Западной Римской империи Год исчезновения Императора На Западе Законного императора Ведущего Свою Скажем так Политическую судьбу От императора Августа Ну еще дальше туда От древнеримских царей Которые Ну здесь уже спорно На самом деле Здесь уже спорно От Рома Во всяком случае Не хотели это проследить Ну с другой стороны Есть еще и Восток Восток Который римляне покорили Который имел Совершенно особую историю С Римом Мало связанную И между тем Вот эта восточная Политическая традиция Восходящая Ну по крайней мере К Александру Македонскому Она тоже слилась Вот в этом Общем потоке Общеримской традиции Да В этой связи Очень интересно Например В русских хрониках Римское царство Начиналось Как это ни парадоксально Именно с Александра Македонского Хотя казалось бы Александр к Риму Не имеет Немалейшего отношения Но я хотел бы Сделать некоторую Ремарку По поводу Замечания о том Что никакой Византии Не было А была Римская империя Дело в том Что Понятие Византийской империи Возникло Не от хорошей жизни Потому что Проблема Расхождения Двух путей Двух цивилизаций Запада и Востока Она ведь была Осознана Уже Давно И Вопрос возник Как называть Вот эту Другую Римскую империю Та которая Не испытала Варварского вторжения Пятого века Которая уцелела На востоке Называть ее Римской империей В условиях Когда Все прекрасно Понимают Что Рим Не входил В состав Этого государства Довольно долгое время Начиная с Восьмого века Тем более Что существует Римская империя Возрожденная Что называется Ну в каких-то таких Уже Новых формах Но возрожденная На западе А именно Сакрум империум Романом Германорум Вот этот знаменитый Священная Римская империя Германцев Ну ее возродил Карл Который как известно Был немец Хотя и правил во Франции Карл который великий Который великий От которого идут Короли И вот Он считал себя Легитимным Наследником Императора Августа Продолжателем Непрерывной традиции Римских императоров Которые некогда Жили в Константинополе Но потом Вернулись в Рим И вот возникла Некая такая Эстериасовская Если хотите Проблема Как называть Если это империя Римская Как называть Ту империю И европейцы Недолго думая Назвали ее Империей греков Отсюда и русское Название Греческое царство Но Поскольку Это тоже термин Неизвестный Для византийцев Византийцам в голову Никогда не пришло Назвать свое государство Василия Тонелин Потому что Эллин То есть грек Это было Бранное слово Оно означало Язычник Поэтому Они называли Свою империю Либо римской Либо Что тоже Бытовало Христианской И вот В этом отношении Когда в науке Укрепился Термин Византийская империя Он как раз Был призван Решить вот эту проблему Обозначение Другого варианта Альтернативного Варианта Западной Цивилизации Так что мы Как бы мы Не считали это Фантомом Но тем не менее Мы вынуждены Пользоваться этим термином Потому что Введение в научный оборот Двух римских империй Приведет Путаница Термин Византия Применительно К предмету Нашего разговора Применяется Той стороной Которая вышла Победителем Из этого спора Востока И Запада То есть По преимуществу Этот термин Навязанный И навязанный Некоторым образом Побежденному То что Запад Приложил Самое Непосредственное Внес Самый непосредственный Вклад В крушение Вот этой вот Восточной Или просто Римской империи Это несомненно Запад это Прекрасно понимал И всегда Испытывал Некий Комплекс Вины за это Подспудно Или открыто Большей частью Это было подспудно Это был Некий Комплекс Некий Тяжелый грех Совершенный Скажем так В молодости Или в юности Который Впоследствии Ну немножко Так Давало О себе Знать И поэтому С ним Пытались Поступить Именно Как С таким Грехом О котором Хочется Забыть И себя Немножко Оправдать Поэтому Было Придумано Другое Имя Если Вы Участвовали В захвате Византии Это Совершенно Не то Если Вы Участвовали В захвате Разорения И уничтожения Христианской Империи Той империи В которой Родился Христос В которой Он жил В той Империи Которая Включала В себя Некогда Те земли По которым Ходил Христос И где Он проповедовал Империя В которой Был город Хранивший В себе Такое Количество Святынь Каких Не было Даже В самой Палестине И В других Святых Местах Востока Этот Город Был уничтожен В 1204 Году Разорен Разграблен И Это Надо было Как-то Оправдать Взятие Константинополя 13 апреля 1204 Года Войсками Крестоносцев Во время Четвертого Крестового Похода Было одним Из запахальных Событий Средневековой Истории Взятию Предшествовали Две Напряженные Осады В ходе Которых Свои усилия Объединили Венецианский Флот И Западноевропейская Преимущественно Французская Пехота После захвата Города Начались Массовые Грабежи И убийства Греко-православного Населения 9 мая Новым императором Был провозглашен Балдуин Флангерский Что положило Начало Формированию Целой плеяды Латинских Государств История Запада Это история Самооправдания В известном смысле И потому Борьба за этот термин Это Скажем так Борьба за Некие Очень важные В идейном смысле Моменты Обще Христианской Истории То есть Фактически Истории Всего Всей Западной Евразии Поэтому Вокруг этого До сих пор Ломается копья Поэтому вокруг Этого До сих пор Громоздятся Груды Гипотез Приводятся новые Факты И аргументы И эта история Продолжает жить Как ни странно Вот именно Поэтому Я думаю На этой передаче И была выбрана Такая тема Византия и Запад История Противостояния Контраст цивилизаций Дело все в том Что Запад Оказался На территории Римской империи Как Враг Племена Германцев И многие Другие племена Других Народов Или рас Как раньше Говорили Которые шли Вслед за германцами Создали На Западных Территориях Империи Совсем Другую Цивилизацию Она была Христианской В своей основе Но В ней все было Иначе Чем В классической Империи Которая Продолжала Себя сохранять И поддерживать Еще на протяжении Тысячелетия Почти Там все было Иное Запад Совершил Вторжение Он совершил Грабеж И он попытался Исходя из каких-то Своих ценностей Исходя из Тех порядков Которые были Свойственные Вот для этих Германских Племен Создать Нечто новое На западной Территории Создать Нечто новое Но очень быстро Они обнаружили Что Все что они делают Это всего лишь Плохая копия Того что там было Копия того что там было Римской империи Вот что касается Допустим Цивилизационных Параметров Таких Как число городов Уровень урбанизации Уровень образования Социальная мобильность И так далее Ну то чем обычно Оперирует При сравнении Цивилизацией Достаточно сказать Что на уровень Пятого века Ну четвертого Пятого веков Западная Европа Вышла только Видимо В шестнадцатом Семнадцатом веках То есть Именно в это время Там появились Миллионные мегаполисы Париж, Лондон Неаполь, Флоренция И в это время Появилось Некое Подобие Такого Некой социальной системы Классического Типа государства Законов И так далее То, что мы Обычно считаем Непременными Атрибутами Цивилизованного мира До этого В течение Ну фактически Тысячи лет Были вот те самые Средние века О которых В общем-то С горечью писали Европейские историки Они ввели этот термин Именно для того Чтобы показать Что между Двумя Периодами Нормальной Цивилизованной жизни Существовал провал Это собственно И обозначает Этот Мэдиум Айвум Середина Между Тем, что было И то, что потом Было возрождено Вот это вот самое Возрождение Возрождение В общем-то Не просто античности Возрождение цивилизации И в этом смысле Западный мир Познал Глубину Вот этого падения В полной мере На Востоке Было Все совсем не так Поэтому термин Средние века Они вполне уместен Но достаточно сказать Что конечно Шла некоторая Деградация Вызванная Варваризацией Окружения И исламизацией То есть Эти процессы Носили всеобщий характер Не только В Западной Европе Было Вторжение Варваров Весь Восток Если вы Помните Пал Под ударами Сначала арабских Потом Монгольских Потом Турецких Тюркских Турецких То есть Вот эти волны Причем на Востоке Ситуация была Гораздо более Трагично Запад После Пятого века В общем-то Не переживал Таких вот Всеобщих Катаклизмов Если не считать Чумы Четырнадцатого века Которые конечно Подкосило Лет на двести Она замедлила Развитие Запада Но вторжение Сравнимых Допустим С вторжением Батыя на Русь Или с вторжением Тимура В Иран Там И В Ближний Восток Она не знала Европу И в общем-то Именно благодаря этому Существуют Такие государства Как Франция Где Линия непрерывного Государственного Развития Тянется уже Больше тысячи лет На Востоке Вы таких государств Не найдете Ну разве что Китай Но в Китае особая Сложная тема А возьмите Любое Иран, Афганистан Я не говорю Про Ирак И прочее Новообразование То есть В этом смысле Византия Она оказалась Как бы Между Варварской Европой Но более-менее стабильной И очень динамично Развивающейся И вот этим Бушующим Востоком В котором Арабы были Далеко не самыми Грозными И дикими Врагами И Она выдержала Вот это Как плотина Она стояла Сдерживая натиск С этих двух сторон Ну надо сказать Что в основном Натиск шел с Востока И удар Который пропустили В 1204 Ну в 13-14 годах Был конечно Неожидан И Реально Оборону Запада Никто не держал К Европе Относились Как Ну к такой Достаточно варварской Достаточно агрессивной Но в целом Дружественной Страницы Цивилизации Но я еще раз хочу сказать Что вот Проблема в чем Проблема в Претензиях На наследство Рима Наследство Не просто даже Рима А все античные цивилизации В совокупности Потому что Рим олицетворял Не только латинский мир А Скажем так Средоточие Всех сокровищ Которые накопили Цивилизации Междуречья Египта Малой Азии Греческих Полисов Македонская держава Наследие Александра Македонского Карфагенская держава Рим То есть Это были Собственно говоря Те самые Жемчужины Исторического Опыта Цивилизационного Достижения И на Западе Понимали Что в принципе Именно Рим был столицей Всего этого Богатства И именно в Риме Можно Создать Некое Продолжение Всего Собственно Возрождение Вот эта попытка Возродить европейскую Культуру Она шла именно в это А возрождали Античность Но Византия Смотрела на это Снисходительной С некоторой долей Иронии Потому что У них все это было Уровень социальной Мобильности Об этом мы Я надеюсь Поговорим в дальнейшем Те основные элементы Цивилизации Которые на Западе Надо было возрождать В Византии Не утрачивались Они Конечно Претерпевали изменения Немножко Изменялись Деградировали В некоторой степени Но сохранялись И например По числу городов По числу грамотных людей По числу Школ Больниц И прочего Так называемого Социального Сектора В Византии Конечно На порядке Превосходила Западноевропейский мир И вот здесь Возникала проблема Признает ли Запад За греками Право Быть наследниками Римской цивилизации Некоторое время признало Римской цивилизации Римской цивилизации Отношения И это нечто связано Конечно Прежде всего С Религиозным вопросом Вопросом Касающимся Отношения К католической церкви К своему месту В христианской цивилизации Вот я считаю Что это один из ключевых пунктов Именно Папа Римский Корновал Карла Великого Императорской короны Именно ему Была Впоследствии Дорогая идея Римской империи Не оттону Который прекрасно себя чувствовал В Германии И в общем-то Италия всегда была Главной болью для немцев Папа нуждался В императоре Для того Чтобы повелевая императором А именно Папа короновал императора В Константинополе Конечно Император Патриархии Короновали лишь символически В качестве жеста Признания Их легитимности Но никакого права Назначать их Они не имели На Западе Все было иначе Папа был реальной Властью Всей Европы И вот именно Ему нужен был Такой инструмент Как империя И именно он Создал То, что сейчас Пытаются опять вернуть Европейцы В общую Единую Европу Ведь мы забываем Что Им по воле Папы Менялись Государь Могли так сказать Поменяться Во всех От Португалии До Швеции От Англии До Венгрии Все они были В его Духовной А согласно Учению Католической Церкви И соответственно Мирской Власти Потому что Духовная Возвышается Над мирским Папа имеет Право Лишать Власти Государь Вот это Очень важный Момент И именно Он и с этой Папской Европой Имел Долго Заняц Кроме Церковного Момента Было Еще И много Других Спорных Пунктов Главный Спорный Пункт Был Тот Что Империя Восточная Империя Империя С центром В Константинополе Была Неизмеримо Богаче Запада Это была Действительно Очень богатая Империя В материальном Смысле Отсюда Ее сила И отсюда Ее слабость Слабость Почему Сила Понятна Если это Финансовый Центр Мира Если это Мастерская Всего Мира Как О Константинополе Отзывались Уже Современники Если Это Центр Из которого Распространяются Моды Моды Во всем Мода В одежде Мода В архитектуре Мода В политике То Это Конечно Факторы Силы Фактор Слабости В том Что Весь Остальной Мир Так или Иначе Вам Завидует А поскольку Этот мир Большей Частью Варварский Мир Который Объявляет Войну Отнюдь Неформальными Методами Непосредством НОД Непосредством Обмена Посольствами А просто Фактом Вторжения То Империя Была Вынуждена Вести Борьбу На выживание На протяжении Тысячи лет Я все время Люблю Вспоминать В этой Связи Пример Чеченской Войны 90-х годов Это война Которая Сотрясла Россию Которая Показала Что Региональный Конфликт Может Иметь Влияние Абсолютно На все Стороны Жизни Страны И Выбить Ее Из русла Нормального Существования Надолго Так вот В конфликт Подобный Чеченскому Византий Не считался Чем-то Выдающимся Это был Нормальный Обычный Фонд Существования Страны Которая За всю Все тысячу лет С 5 по 15 век Наверное Не прожила Ни одного Мирного Года Года Когда Где-нибудь На какой-нибудь Границе А то и Глубоко На территории Страны Не шла Какая-то Война Не велось Какое-то Вторжение Не приходилось Кого-то Отражать Если перечислять Те народы И те племена С которыми Воевала Империя Среди них Окажутся Все народы Современной Европы Ими Со всеми Империя Так или Иначе Воевала Долго Ли Коротко Ли В какой-то Из Многочисленных Веков Своего Существования Но она Воевала Со всеми Причем Не только Западными Но и Восточными Восточными Города Удавалось Ослабляла Ослабляла Свой Контроль Ослабляла Свою Готовность К защите Страны Происходили Катастрофы До поры До времени Несмертельные Но в 1204 году Произошла Смертельная Катастрофа 1453 год Год взятия Турками Константинополя Это всего лишь Логичный Конец Того процесса Который Начался В 1204 То есть Как только Империя Расслаблялась Она получила Получала Той или иной Силы Удар Извне И одним Из направлений Весьма опасных Было Западное Направление И потому Империя Вела Изощреннейшую Политику На Западе Политику Сдержек Противовесов Союзов Выплат Подкупов То собственно За что Запад Не любил Империю Он видел Какими средствами Она зачастую Ведет Политику Вот в этих Странах Запада Это Им казалось Совершенно Бесчестным Но надо Понять Империю В это время Когда На Западе Она откупалась На Востоке Она могла Вести Тяжелую Кровопролитную Войну Даже не на границе А уже Внутри Своей территории Когда Она посылала Какое-нибудь Посольство К западным Правителям И те Давали Владыкам Запада Деньги Признавали Их титулы Что-то сулили О чем-то Разговаривали Запад Воспринимал Это Как признак Слабости Как признак Слабости Как повод Надавить Как повод Получить больше Как повод Со своей стороны Чем-то Пригрозить Но Византия Была Мировая Держава Она Держала Руку На пульсе Всех Событий На востоке На западе На севере Или на юге И она Знала В каком Почему она Посылает Посольство Зачем Что ей Нужно Ей нужно Было Выжить Ей нужно Было Выжить Сохранив Притом Очень высокий Уровень Жизни И очень Высокий Уровень Почему уровень Жизни На западе Был ниже Чем Очень Просто Это очень Просто Когда Варвары В четвертом Особенно В пятом В шестом Веках Вторгались На территорию Бывшей Западной Римской Империи Они Прежде всего Грабили Они Грабили То что Там было Те богатства Которые Были Накоплены Местным Населением Государственными Структурами Отчасти Церковью Это все Происходило И в какой-то Момент Вожди Племен И сами Эти племена Накопили Довольно Серьезные Богатства Которые На следующем Этапе При переходе К освоению Территории Не грабежу А просто Уже Хозяйственному Освоению Территории Тут же Утекли На Восток В силу Отрицательного Торгового Баланса Восток Был богат Он всегда Мог предоставить Престижные Товары Собственного Производства Римского Или Импортные Товары Которые Стекались Даже Из Китая И Индии Все это Охотно Покупалось И очень быстро В течение Примерно Сотни лет Запад оказался Без денег Все ликвидные Товары То есть прежде всего Золото И серебро Утекло На Восток А производство Нового Производство Собственно говоря Ну англичане Добывали серебро И вот все серебро Которое они добыли Благополучно Оседало Англия была Сырьевым Придатком Востока Да Но я бы хотел Дело не только Все в золоте И в серебре Много произведений Искусства Делалось Из каких-то Других Материалов Ну понятно Но Европа Торговала В основном Оружием Вот мечи Например Производились Из хорошего Рульского Железа И продавались В том числе И на восток Даже в арабские Страны Русские Даже торговали Мечами С востоком Но таких товаров Было очень немного За которые Можно было бы Получить Деньги И главное Что на западе Исчезла инфраструктура Почему Варвары разрушили ее Ну конечно Представляете Они не понимали Что это основа Даже мы с вами Видели Что такое Разрушение инфраструктуры Инфраструктуру Разрушить очень легко Достаточно Нарушить Доверие к валюте Как только Вы Отпускаете Дисциплину Монетного дела У вас Население Теряет доверие К валюте Валюта оседает В кладах Исчезает Из оборота И соответственно Возникает Некое время Когда вы Можете Бартером Что-то такое Торговать Шило на мыло Но в конечном счете Рынок Распадается На региональные Центры А потом Автономизируется Каждое хозяйство Западной Европы В средние века Вплоть до века Наверное До 12 Или до 13 Оно было автономным Как у нас Усадьбы В старой России Я сделаю еще Одно замечание Что запад Даже в составе Римской империи В лучшие времена Был датируемым Регионом Но самое интересное Другое За счет Хотя бы того Что в самой Италии Просто не росла пшеница И они вывозили Из Египта Да Но во всяком случае Рим получал хлеб Исключительно Из провинции Африки Или Египта Или еще из каких-то То есть он был полностью Несамостоятелен В этом отношении Как же так удалось Достаточно В общем-то Компактному Византийскому государству В течение тысячи лет Поддерживать Такой уровень Мобилизации Мы могли бы ожидать Полной милитаризации Всей общественной жизни Но Ничего этого не происходило Не происходило даже Некого Государствления Экономики Попытки Как в Китае В некоторые времена Попытки Все поставить На рельсы Так сказать Вот этого Военного строительства И так далее Все ресурсы общества Мобилизовать На борьбу с врагом Этого тоже не было Была в принципе Нормальная хозяйственная жизнь Государство Регулировало экономику Но отнюдь не Управляло ею Это надо четко себе Представлять Что Вся экономика Византийской империи Она была Тем что мы называем Управляемый рынок То есть Вопрос был в другом Как удавалось Поддерживать Такой уровень Напряжение Для этого Необходимо Естественно Мы с вами Прекрасно понимаем Что для этого Нужно Очень высокое Доверие Между властью И населением Только в этих условиях В условиях Когда Общество Действует Как некое Единое целое Вот эти все Внешние И внутренние Конфликты Не приводят К его Скажем так Дезинтеграции Потому что Вот у вас Если вторгся Враг А в это время Кто-то из министров Решил попытать Счастье И устроил Переворот В этой ситуации Почти автоматически Государство Оказывается На грани гибели Такое произошло В Византии В свое время И она едва Выкарабкалась Из этой ситуации Но в целом Это было Исключительно Как же это удалось Я считаю Что один из главных Рецептов Такого Социального Баланса Или скажем так Стабильности Он был открыт Еще римлянами В эпоху Августа И рецепт этот Довольно прост Надо создать Монархию Которая бы Имела вид Республики Август Римский император С 27 года До нашей эры Победой Умыса Акция Над римским Полководцем Марком Антонием И египетской царицей Клеопатрой Август Завершил гражданские войны Начавшиеся После смерти Цезаря Август Сосредоточил В своих руках Высшую власть Сохранив Однако Традиционные Республиканские Учреждения Эта форма правления Получила название Принципата Что сделал Август Ну Началось Это при Цезаре Но Август Довел это до ума И в конечном счете Византийцы Во всех своих Законодательных Памятниках Именно туда Возводили Основы своей государственности Он Снял с себя Все государственные Полномочия Но Был провозглашен Принципсом То есть Был некоронованным Монархом Монархом Которому народ Добровольно Делегировал То что римляне Назвали империум То есть Высшую власть В 70-м году Эта процедура Была оформлена Юридически Вышел закон Так называемый Лекс Реге Согласно которому Римский народ Популюс Романус Передает империум И потестас То есть Всю свою Государственную власть Принципс Отныне он действует Как Предстоитель народа Становится как бы Монархом Но монархом Не по праву завоевания Не по праву Своего рода Не по праву Аристократического Какого-то Своего статуса Как у нас Наши Князья Или цари Или европейские монархи А по праву Некого народного Избранника И вот этот Топос Ну если хотите Фиктивный Но с идеологической Точки зрения Очень важный Императора Как Представителя народа Он По всей Византийской истории Вплоть до 15 века Прослеживается Проходит И Отражен В том числе И в лексике Например Все государственные Институты Такие там Как казначейство Или там Налоги И так далее В Византии Обозначали Словом Народный Демосиус То есть И само государство Называлось Демосиа прагмата Республика То есть Хотя это была Неограниченная Монархия Как у нас Принято говорить Но тем не менее Это была республика Потому что Право монарха Основывалось На народной воле Его Если хотите Легитимность Была Основана Именно на Вот этом Волеизъявлении Римского народа Другое дело Конечно Что возникали Династии Некоторая Возникала Некоторая Стабилизация Я бы сказал Ориентализация Так сказать Системы власти Конечно Всем хотелось Всем императорам Хотелось Спокойно Передать власть Своим сыновьям Но Тем не менее Это удавалось И далеко не всегда И Какой Эффект Дала такая система Она дала Вот этот эффект Социального доверия К власти Не относились Как к паразитам Которые сидят Наверху Для того Чтобы эксплуатировать народ Сама система Управления государством Была системой Общественных отношений И не случайно В византийском языке Ну как и в римском Как и Вообще В античности Не было противопоставления Общества государством Вот это вот знаменитая Наша русская Дилемма Общественно-государственная Общество и государство Это были синонимы Полностью Идентичные понятия Государственный налог Общественный налог Государственная служба Общественная служба Государственный закон Всеобщий общественный закон И так далее Более того Народная служба Даже не общественная Если точнее перевести, народная служба. И вот это позволяло мобилизовывать ресурсы всех, вплоть до самых низших сословий. Потому что, ну что грехотайте, европейская система сословий, которая предполагала полное бесправие основной массы населения, она вызывала фактически распад всех социальных структур. По сути дела, нормальные государства в Европе стали возникать не ранее XVI века. Фактически в XVII веке мы видим во Франции, наконец, нечто похожее на то, что мы называем государством. Не случайно, кстати, в европейских языках до сих пор нет слова государства. Ну, того, что вот республика. Там есть вот этот самый state, etat, там штат. То есть то, что по-латыни называется status. Но это чисто юридическое понятие. Оно не несет в себе семантики некой вот этой вот общественной всеобщности. Там нету момента объединяющего. Правда, его нет и в нашем русском государстве. У нас своя, так сказать, традиция. Но просто я к чему это вообще поднял эту тему? Потому что это очень важный момент, отличающий восток от запада. Между прочим, он отличает Византию от России очень сильно. Это демократические принципы в основе политической структуры. Демократические, не обязательно связанные с тем, что мы называем демократическими атрибутами. Выборы и все прочее, система там. Но это демократия в таком римском, республиканском смысле слова. То есть, каждый гражданин империи, он имел одинаковое право со всеми остальными. Не было правового, как на Западе, правовой сегрегации. Потому что в Западной Европе, как вы знаете, правовые отношения вообще приняли хаотический характер в Средние века. И были восстановлены чуть ли не при Наполеоне только. Ну, не совсем так. Мы, как раз, недавно разбирались с этой проблемой. Ну, во всяком случае... В любом случае, за основой западного права был принят Кодекс Юстиниана. Именно римское, да. Свод цивильного права Юстиниана, восточного императора. Который в Византии в неприкосновенности фактически соблюдался вот с VI века. Эта конфигурация была оптимальной. Именно она позволила империи, ну, фактически, исчезнуть с... Это редко бывает в истории, когда государство исчезает вот как бы плавно-плавно-плавно до нуля, сходясь в точку. Сходясь в точку, еще в этой точке продержавшись не одно столетие, да. То есть это показывает, насколько удачной была эта конструкция. Другое дело, что, конечно, не бывает чудес. И выдержать натиск турок не было ни малейшей возможности. 5 апреля 1453 года турки начали осаду столицы Византии, Константинополя. Против могущества на турецкой армии, состоявшей примерно из 160 тысяч человек, византийский император Константин XI смог выставить едва лишь 7,5 тысяч солдат. Тем не менее, первый приступ был отбит 18 апреля. В ночь с 28 мая на 29-е 1453 года начался последний штурм города. Византийцы доблестно сражались, но часть вражеского войска, овладев подземным ходом из крепости, напала на защитников с тыла. Это был конец. Константин XI погиб в бою. Турки овладели городом. Христианское государство Византия перестало существовать. Приведите еще примеры какого-нибудь государства в Западной Европе в Средние века, где крестьянин мог бы стать императором. Крестьянин, по рождению крестьянин, то есть человек, проживший первые лет 16-18 своей жизни в глухой деревне, в очень бедной, человек неграмотный, в конце своей жизни он управляет вселенной. Как это воспринимали римы? Стать легитимным императором? Не в результате крестьянского восстания? Да, не в результате крестьянского восстания или солдатского нитяжа. То есть он абсолютно законно выбран, исходя из всех тогдашних правил выбора правителя Верховного. Кстати говоря, таких примеров, ну если немного, но во всяком случае далеко не один в истории Римской империи на Востоке. Это император Юстин, это император дяди Юстиниана Великого, это император Василий, основатель, наверное, одной из самых успешных, долговечных династий. Не самая долговечная, но, наверное, успешная династия. Михаил Пафлагонец. Михаил Пафлагонец. В 11 веке был целый ряд императоров, которые поднялись с самых низов. Ну, это, к сожалению, был не самый красноречивый, не самый лучший пример того, какие императоры оказывались на престоле, но, тем не менее, сам факт. То есть человек, живший в империи, не ощущал свою отчужденность от власти. Он понимал, что вот, если сравнить с американской мечтой, ну, может быть, была своего рода византийская мечта, когда любой родившийся человек теоретически мог стать... Ничто, во всяком случае, с законодательной точки зрения этому не препятствовало. Служи, и ты все получишь. Ты можешь достичь любого. Естественно, важны стартовые какие-то позиции, но, как ни странно, они не всегда были решающими. Человек с образованием мог подняться до определенных высот, мог не подняться. Это вопрос случая. А крестьянин мог стать императором. И в определенные времена был как раз спрос на таких простых, что называется, незамутненных, образованием лишним императоров, которые бы просто исполняли свое дело, громили врагов, вводили войска. И здесь только талант, только способности. И жизненный опыт, что очень важно. Жизненный опыт ценился византийцами гораздо больше формального образования, которого у них тоже было хоть отбавлять. Таким образом, империя работала очень хорошо. Известного отчуждения не было. Вот, кстати говоря, с этим словом «сословие» тоже очень забавно. В русском языке это слово появилось как перевод греческого. Перевод из греческого слова «сюллогос». «Сюллогос» абсолютно дословно «сюл» – приставка «со логос». Слово «сословие». Но если мы возьмем византийскую практику применения этого слова «сюллогос», мы увидим всю бездну противоречия между русским переводом этого слова и самим греческим словом. В греческом слове «сюллогос» обозначало свободное профессиональное объединение. Объединение людей по профессиональному признаку. То есть, извините, профсоюз. Профсоюз пошел не из Англии XIX века. Профсоюз пошел из Римской империи IV и далее веков. Когда люди чаще всего добровольно объединялись по профессиональному признаку и вот такими соусловиями входили в контакты с государством. По вопросам налогообложения, по вопросам производства, по вопросам каких-то иных государственных повинностей. Так было проще. Когда от целой корпорации выделяется один человек, который с государственными органами решает все вопросы. На Западе это слово, это понятие приобрело совершенно иной смысл. Ну и в русском языке тоже, как мы видим. Там эти объединения стали формализованными, наследственными и закрытыми. Это стал некий закрытый клуб. Ремесленники на Западе исчезли, как серьезная социальная прослойка. Крестьяне, естественно, никогда не объединялись в подобные объединения, которые свойственны городскому быту, городской цивилизации. Таким образом, остались только две корпорации. Воины, они же аристократы, и духовные лица. Вот, собственно, две эти корпорации на Западе и управляли. Империя восточная, константинопольская, являет нам пример существования огромного количества подобных корпораций. Каждая профессия представляла собой корпорацию. Соответственно, они выступали, они апеллировали к государственной власти, которая, собственно говоря, имела с ними дела, вела с ними какие-то отношения. То есть, если мы это сравниваем с тем, что мы имеем сейчас, когда мы говорим «армия» и «общество», можно это довести до абсурда и говорить о дворниках и обществе, то есть разделяя общество на бесконечное количество групп. Мы это рассматриваем, наверное, как некий идеал, называем это, как мы это называем, гражданским обществом. Но, извините, в империи оно существовало уже очень давно. То есть, там существовало некоторым образом гражданское общество, то есть группы людей, отстаивающие свои интересы или вступающие в какие-то отношения с государственной властью. Не на основе конфронтации, а на основе сотрудничества. Ещё вот важный момент, в дополнение к тому, что уже говорил коллега. Государственная власть противопоставлялась чему? У нас противопоставление. Власть – общество, власть – человек. В империи противопоставлялась не власть и общество, а общее и частное. Так вот, власть заботилась об интересах общего, то есть общества. А люди на своём уровне, они обычно преследовали частные интересы. Так вот, задачей власти было умерить частные аппетиты и поставить их на службу общему. То есть, на службу общему, или, как мы сейчас выражаемся, на службу государству. То есть, политическая идеология была совсем иной. Соответственно, власть смотрела, чтобы одни слишком сильно не возвышались над другими. Или возвышались, но только за свои заслуги. И Византия умела своих слуг, слуг государства, слуг общего блага награждать очень дорого и очень хорошо. Так скажем, в X веке посланец западного императора, Луид Прант Кремонский, присутствовал в Константинополе на церемонии раздачи, скажем так, годовых окладов императорам, высшим чиновникам. И вот эти чиновники, подчас люди уже достаточно преклонного возраста, уходили от императора, нагруженные тяжёлым грузом золотых монет, мешками. Церемония была пышно обставлена, и в конце кто-то из присутствовавших спросил вот этого посланника западного императора, как тебе это показалось? Он сказал, мне казалось, что я был в раю. То есть этот человек видел, насколько богат этот император, насколько богата эта империя, и своих слуг, даже не своих слуг, а слуг, собственно, государства, император награждает. А император, кстати говоря, тогда был, хотя и выходец из достаточно знатной семьи, но не принадлежавший к императорскому роду. То есть из его предков никто не был императором, он сам первый достиг этого звания, этого титула. И вот он теперь от имени государства распоряжался огромными богатствами и раздавал их своим людям по заслугам. Это производило впечатление. Византия Бизантия в конечном счете превратилась в точку и исчезла с карты. вина больше Запада или турков? Коллега, конечно, правильно сказал, что экономически Византия была на порядок выше Европы. Если в цифрах говорить, то уровень зарплат и цен в Византии был сопоставим с нашим сегодняшним. Если брать покупательную способность денег и цену продовольствия, или цену аренды жилья в центре города, мы получаем поразительное совпадение нынешних московских цен и константинопольских, нынешних, я имею в виду современных, не 2002 или 2000 года. То есть это в районе 10-30 тысяч рублей в месяц. Это был, в общем-то, минимум, минимальная зарплата, средняя такая. Ниже уже считалась бедность. В Европе такой уровень доходов считался доходом лендлорда. И он получал его натурой, а не деньгами. И, допустим, в Англии такой уровень богатства давал право на дворянство сразу же. То есть, фактически, византийцы все были в представлениях европейцев дворянами. Там крестьянин получал три монеты в месяц, то есть это монеты, ну, порядка 10 тысяч рублей. Но в Европе все было не так плохо. В конечном счете в XI веке начинается оживление, в XII мы видим бурный рост городов, то, что называют европейское чудо, когда за один век возникло примерно там тысяча новых городов. Ну, правда, города эти были нечто вроде наших поселков, там было 5-6 тысяч человек населения, но сам факт остается фактом. Это были укрепленные, огороженные стенами населенные пункты, где существовало свое право, своя система гражданства, да, такая вот. То есть это было то, что потом станет началом европейского бюргершафта, буржуазии. Но Европа в XIV веке ожила. В XV веке, она ожила, конечно, на разваленных Византии, в основном, освоив восточные рынки. Золото полилось в Европу, появилась золотая монета, появились крупные богатые банки, города, ремесленные корпорации. И в итоге мы получаем что? Европейскую цивилизацию. Но совершенно другого, буржуазного типа, основанную не на государственном, общественном, если хотите, единении, а на инициативе частных лиц. Государство выполняет служебную функцию. Оберегает, контролирует, но именно помогает. Все в основе именно частное. И апофеоз этого это Англия, современная Америка. Апофеоз частного права, частного бизнеса. Это другая модель развития человеческого общества. Но современные события показывают, что у нее есть тоже свои недостатки. Недостатки, которые кроются в этом самом вопросе. Соотношение частного и общего. Ответственность частного лица, оперирующего общественными деньгами. Ответственность банка, на котором лежат государственные бумаги. Ну и так далее. И вот здесь, конечно, без государства не обойтись. И как показывает кризис, именно к государству все кидаются. Хотя уже поговаривали о его смерти, так сказать. И мягком уходе из экономики, из сферы политики. Все-таки спасает именно это. Общественный эпицентр, собирающий в себя ответственность и возможность. Всегда сложно искать виноватого. Не совсем благодарны это делам. Виноваты все. Прежде всего, конечно, византийцы. У них есть много извинительных моментов. Они всегда жили в напряжении. В какой-то момент они этого напряжения не выдержали. Пропустили всего лишь один удар. Удар тяжелый. 1204 год. Когда Запад, совокупные силы Запада, которые складываются из трех частей. Идеологическая поддержка. Римский Папа. Финансы. Венеция, которая процвела на преференциальной торговле с Византией. И вооруженные силы всей Западной Европы. Прежде всего, французских, но отчасти немецких рыцарей. Самых активных и самых отмобилизованных на тот момент. Они разграбили империю. Они разграбили Константинополь. Вот с этого времени 11 век это еще только начало перемен в Европе. В 13 веке они несут массовый характер. В 13 веке в Европе много денег. Это те деньги, это тонны золота, многие десятки тонн золота, которые вывезены из Константинополя и других земель империи. То есть это добыча. Это грабеж. Вот именно он пролился золотым дождем на Запад, на страны Запада. Именно он создал первые банковские капиталы, которые благополучно прирастая, можно посчитать этот процент, который получил Запад за эти стекшие 800 лет с момента падения Константинополя, получил в качестве процента, в качестве роста вот на этот капитал. Империя еще борется за свое выживание, она борется более 200 лет, но это борьба уже в совершенно неравных условиях. Теперь это империя, которая не финансовый центр мира, уже не культурный центр мира, территориально мала, которая вынуждена во многих отношениях зависеть от Запада, ибо Запад подставляет теперь наемников в армию, Запад теперь дает кредиты, Запад теперь предоставляет флот, прежде всего Венеция и Генуя, то есть во всех отношениях, во всех серьезных отношениях империя зависит от Запада. И эта зависимость все возрастает. Причем в тех событиях, которые сотрясали империю уже накануне ее гибели в 14 веке, рука Запада видна очень четко. Запад ввел фактически чужими руками, руками самих византийцев, тяжелые гражданские войны, в результате которых империя оказалась полностью опустошена и потеряла последние остатки своего богатства. После этого империя Византия Константинополь собственно то немногое что от нее осталось это уже готовая жертва для любого противника. Повезло туркам. Тем туркам которые выросли взросли на противоречиях Запада и Византии до которых не дошли руки у византийских императоров а потом у них уже не было силы с ними расправиться. Те турки которым надо сказать во многом помогал Запад снабжая их и деньгами и оказывая им прочую поддержку ну что греха таить Запад создал Осман Венецианцы создали Османскую державу которая поглотила Константинополь которая поглотила Балканы которая перекинулась в какой-то момент уже на саму Италию и впоследствии ей пришлось давать всеевропейский отпор. Большое спасибо вам за беседу всего доброго а с вами уважаемые зрители мы встретимся вновь чтобы продолжить наши экскурсы в историю в поисках истины до встречи до сих пор до сих пор до сих пор до сих пор на сегодняш乃 подписывайтесь наайт до сих пор до сих пор подождается в следующие про мир